Всем привет! Меня зовут Станислав Иванов и с вами новый выпуск Вестника Лиги номер 28. Уже близок третий десяток, а мы все еще о ДНД Лиге. И что же? Как всегда мы расскажем, то есть я расскажу о вещах, те, которые случились, которые будут, но даже, наверное, в этот раз больше о грядущем, потому что весна приближается, а с весной у нас, как всегда, парад, знаете, как расцвета новых каких-то событий и прочих интересных вещей. Поэтому давайте не будем откладывать дело в долгий ящик и приступим. Итак, что у нас всегда в первую очередь? Конечно же, ДНД Эпикс. Тем более, что сейчас фото на самом деле очень хороший. В ближайшее время эти массовые, многолюдные и, в принципе, очень интересные мероприятия пройдут сразу в нескольких городах. Прежде всего, в Санкт-Петербурге, где будет ДДФ-902 Hellfire Requiem, а также в Казани, где пройдет первый эпик девятого сезона. Чуть дальше мы затронем, конечно, Москву, где будут тоже некоторые мероприятия. Однако я хочу пожелать удачи нашим друзьям и коллегам из других городов, не из Москвы. Пожелать им, ну, не знаю, даже сказать спасибо, что не оставляют данное мероприятие, продолжают собирать какие-то большие события, ну и, соответственно, развивать наше общее сообщество. Отлично и так держать. Но вернемся к нашим баранам, то есть к событиям, которые я могу рассказать чуть побольше. Итак, 15 марта ДНД ОПЕН в Москве пройдет действительно все готово, все ждет своих игроков. Так что 20 с небольшим свободных мест меня, знаете, как ножом по горлу. Вроде как событие большое, интересное, люди в прошлый раз заходили, но что-то как-то места зияют таким, знаете, стыдливым укором. Возможно, что играет свою роль нехватка информации. Не волнуйтесь, еще как бы через пару недель в следующем выпуске я успею покрыть некоторые совсем уже, возможно, частные и в том числе практически спойлерные моменты. Однако сейчас, я думаю, что можно немножко рассказать, немножко добавить, чтобы люди понимали, с чем иметь дело. Итак, ДНД ОПЕН, массовое мероприятие, то есть на буквально там сейчас 15 столов. В чем оно так интересно? Ну, во-первых, вы играете все-таки не своим персонажами, а заранее созданными. То есть здесь нужно владеть хоть каким-то минимальным знанием ДНД, чтобы можно было играть. С одной стороны, это хорошо, то есть, соответственно, вам, ну, ваши знания можно применять в деле, и при этом у вас не будет там ошибочных каких-то или неправильных с точки зрения ситуации решений по именно созданию, развитию персонажей. Во-вторых, конечно, это несколько отделяет игрока от твоего персонажа. В любом случае, вы сможете поиграть, почувствовать себя героями небольшой истории буквально всего лишь на 8 часов. Это законченный сюжет, где каждому из игроков будет предложена роль. Роль либо защитника практически добра и справедливости, либо нарушителя того самого порядка, возможно, не самой приятной личности, которые в воле и случае были связаны с этими самыми защитниками света. Как они смогут выбраться из не самой удобной и очень-очень неприятной и тем более опасной, особенно для защитников добра ситуации, будете, ну, решать вы на игре. И тут уже я вернусь к тому, что будь здесь, конечно же, персонажи игроков, то, возможно, что-то вышло бы лучше, что-то бы вышло бы хуже, но в любом случае настолько привязать историю к происходящему было бы гораздо сложнее. Все-таки «Диндиопин» — это еще и определенное повествование, определенный сюжет, который было бы неплохо сыграть в том виде, который он есть. И за счет этого, за счет, скажем так, заранее установленных каких-то ограничений и условностей, во-первых, можно соблюсти некоторую соревновательность и тем самым игроки и их партии можно будет сравнить между собой, даже скорее партии. Игроков не надо сравнить между собой, персонажей тоже. Партии вполне себе можно, все-таки это коллективы. Итак, сравнить, вручить дополнительный приз. Да, основной приз будет доступен всем, кто участвует, но дополнительный — это уже, так сказать, для тех, кто справится лучше всего. Плюс вы можете поиграть в «Динди-лигу», почувствовать некоторый вкус происходящего, потому что награды перейдут дальше персонажам. И да, русский перевод от нашего сообщества мастеров все-таки ожидается, так что можно порадоваться. И перейдем к финальному мероприятию, не декучий момент из известных. Это майская игротека, можно сказать, фестиваль на основе трех игр в частности, в части «Данше странно» с «Лиги Схоти Приключений», который пока имеет весьма мистическое название из инфернального шрифта, но его уже разгадали мудрые люди, которые знают инфернальный язык. Интересно, насколько хорошо вы общаетесь с Зариэль, друзья мои. Но так или иначе, да, название уже, я думаю, не так уж и большой секрет. РУКОН в честь названия дискорд-чата, а также массовых мероприятий, которые мы проводили в сетевом формате. Почему такое название? Ну, наверное, потому что мероприятие все-таки выбивается из череды однодневных каких-то простых игротек, когда мы собрались, поиграли и зашлись. Мне, честно, как организатору этого мероприятия, хотелось бы что-то другое достичь, что больше людей, и чтобы больше каких-то возможностей поиграть, возможно, пообщаться, чтобы было время это сделать, чтобы люди смогли насладиться там какими-нибудь украшениями, пофоткаться, а не просто там бежать-бежать скорее. У нас тут время поджимает, и вот уже расходиться надо, и чуть ли не сметлой стоит уборщица того самого зала, в котором мы снимаем помещение. Так что, да, игротека, фестиваль уже, извините, РУКОН будет 23-24 мая. Место откроется, ну, тайна над местом откроется совсем скоро. Все-таки хочется выдавать истину по маленьким кусочкам. Так что давайте немножко подумать о том, что там будет. Помимо двух эпиков, которые я уже объявлял, мы также хотим собрать там некоторое количество утренних, ну, или первой половины дня приключений, которые могут подойти тем или иным игрокам, тем или иным персонажам, там, первого, второго, третьего, возможно, даже четвертого тира. Тут каких-то ограничений со стороны площадки, я думаю, мероприятия не будет. Главное, чтобы игроки нашлись, чтобы мастера нашлись, и все могли поиграть, почувствовать себя, ну, героями, ну, а затем перейти к эпикам. Уже сейчас, на состоящий момент, всего за несколько дней записи, эпики, к сожалению, полностью забиты. С точки зрения мастеров, возможно, будут какие-то дозаявки, но это уже скорее, когда начнется запись игроков. Как она будет происходить, тоже позже. На самом деле, сейчас меня больше интересуют мастера, которые могли бы помочь, ну, нашему мероприятию, вам провести себя в лучшей стороне утром. Как можно больше каких-то ваншотов, коротеньких встреч, возможно, там, на два дня, но чтобы, как бы, людям было еще выбрать, а, как уже было сказано, не только на эпике бежать. Но, наверное, о мероприятиях все. Перейдем к остальным новостям. Тем более, что сейчас их, в принципе, хоть, конечно, и есть какое-то количество, но не так уж и много. Первое, самое важное, вышло обновление, которое касается в основном сейчас даже Лиги Берона, где, наконец-то, доступный полноценный магазин для искателей приключений, собирателей всякого хлама. Между приключениями вы вольны приобретать любые вещи, которые есть в плеерс-хендбуке. Ура книги игрока, ура магазинам! В рамках самих каких-то историй, только если в этой истории есть какой-то магазин. Это ограничение никуда не делось, но, в принципе, с точки зрения логики игрокового мира, оно, ну, достаточно легитимно. Но, в остальном же, у нас есть магазин, у нас есть полноценный спеллокастинг-сервис теперь в рамках Берона, чуть более дорогое воскрешение, а также, ну, новые возможности создавать ваших персонажей с точки зрения какого-то их обмундирования. А нет бедным стрелкам, которые дрожат над каждой стрелой или болтом. Следующая новость – это выход, достаточно неожиданный, хотя предсказанный в предыдущей версии контент-каталога, выход, скажем так, сборника какого-то продукта от администрации лиги, а именно DDAO 0012 – Infernal Encounters. Это сборник, во-первых, приключений по одному на каждый тир в рамках забытых королевств, то есть основной кампании, а также целого ряда случайных событий, каких-то встреч, столкновений, драк и тому подобного. В принципе, те самые приключения, которые входят в Infernal Encounters, они должны быть, по идее, по дизайну, быть наполненными теми сами случайными какими-то встречами, чтобы быть разнообразными, многочисленными, да и, в принципе, занимающими время. В остальном же это какой-то сюжет, который, если никак его не дополнять, он будет, ну, наверное, казаться вам пустым. А уж если предупрежден, значит вооружен. Так что читайте внимательнее, а там, глядишь, и пепьяпу можно будет как-то привлечь. Или же вставите самые случайные встречи и столкновения в Балдурсгейт Десентруем Тавернус. Потому что данный продукт, в принципе, является компаньоном к книге, к книге-приключению, и лучше всего используют, наверное, в том числе и с ним. Увы, продукция гильдадептов, в частности, Гантерсен Навернус, Хельтурель и тому подобное, так и не стали пока что легальными. И, видимо, Лига решила, что лучше выпустить что-то свое, нежели одобрять чужие продукты. С другой стороны, больше вероятностей, больше возможностей, больше каких-то интересных сцен и тому подобное. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Но с какими-то такими новостями, наверное, все. Потому что, как-то, знаете, обозревать то, что кто-то в десятый раз спрашивает, можно ли торговать предметами, или же то, что для этого нужна какая-то равная редкость, или что, там, ПХБ, книга игрока, то есть, являются легальными в Лиге, это, мне кажется, не стоит обсуждения. Какие-то серьезные рулинги сейчас на Фейсбуке пока еще не объявились. Есть некоторые, там, брожения, облуждания, но их уточнение грядет, я думаю, в ближайшее время. И в следующем выпуску что-нибудь да такое я донесу до моих дорогих слушателей. Так что давайте перейдем к финальной части сегодняшнего выпуска, к разговорам обо всем и прочем, которые связаны с Лигой. И я, наверное, все-таки отвечу на некоторые запросы, которые, в том числе, записаны в этой блокнотике. Я люблю свой блокнотик. Касательно того, где и как иногда проводится Лига за пределами Москвы, России, ну и, в принципе, ближайшего обозреваемого пространства. Скорее всего, это будет касаться Соединенных Штатов Америки, Европы и Азии, в той части, которая, по крайней мере, доступна на том же Фейсбуке. Я не знаю, как дело происходит в Китае, я в их социальные сети не погружен, и, увы, тут ничем помочь не могу. Ну, наверное, начнем мы, прежде всего, с того, какие бывают мебоприятия, и прикинем, насколько часто, что и как оно происходит в уже причисленных мною трех локациях. Во-первых, это домашние какие-то отдельные игры, которые, я думаю, знакомы всем слушателям, то есть, когда вы с мастером и группой, а то, может быть, один на один. Ведь это теперь тоже легально собираетесь из кого-то дома или где-нибудь там в антикафе, просто в ресторанчике, да где-нибудь там даже в парке, и играете. Тут, как бы, исключения нет, это возможно везде, но люди об этом зачастую как-то не делятся, всплывая это только в каких-то обсуждениях правил, да плюс при обмене вещей на специально выделенных на топ-площадках. Однако, это все еще ДНД Лига, и да, она существует. В последнее время она даже, наверное, стала чуть более популярна, просто потому что люди поняли, что так можно, что это вполне себе входит в общую программу, и играют, и получают удовольствие. Некоторое ответвление от этого являются сетевые игры, но сеть, она, в принципе, везде одинаковая, везде едина, и здесь, ну, что-то конкретно обсуждать достаточно сложно. В отношении того, что, да, американские какие-то сетевые мероприятия более многолюдные, чем какие-либо еще. К сожалению, многие из них не переживают, там, первый или второй год своей жизни, но даже, скажем так, на зените своей славы, там собираются, ну, десятка, два, три стола. И тут есть чему, наверное, завидовать, если смотреть об организации каких-то мероприятий. Все-таки хотелось бы, чтобы люди встречались почаще, в том числе и онлайне. Но впереди, я тут немного отвлекусь, есть несколько, в том числе американских комбинатов, в которых будут виртуальные отделения, возможно, что получится как-то туда привлечь кого-нибудь, как-нибудь. Ну, ладно, я, как говорится, отвлекся. От домашних из тех игр перейдем к следующему пункту, который, на самом деле, вот так, в социальных сетях представлены более всего, а именно игровые клубы. В случае с Америкой, это даже скорее игровые магазины, где есть места для игр. Возможно, вы видели фотографии, когда вот эти узкие какие-то помещения, там все заставлено столами, стеллажами, книжками, там, какие-то миниатюрками, даже то же самое Magic the Gathering, которое вездесущее. И вот среди всего этого зажато два-три стола, все играют. Это происходит не только в России, но и за рубежом. Как таковой формат каких-то отдельно специальных, выхолощенных или, наоборот, организованных ролевых клубов, там, конечно, существует, но чаще всего люди, наверное, собираются при friendly local gaming store, то есть дружественные, местные, игровой магазин. И да, там не всегда много столов, не всегда много места, не всегда удобно, но люди все равно играют, получают удовольствие и с удовольствием вспоминают, рассказывают и сравнивают. Некоторые даже едут из одного города в другой. То есть, с учетом, как бы, меньших масштабов страны, с учетом того, что, там, как-то перемещение, наверное, даже в какой-то мере более развито, чем на огромных просторах России, поехать в другой соседний город и поехать ДНД вечером, это нормально. Конечно, там, зимой бывают метели, летом какие-нибудь, возможно, там, торнадо, но в остальном, как бы, практика существует. Подобная практика, в принципе, есть и в Европе, если говорить, например, о Великобритании, да и в Азии. Я видел фотографии и Сингапура, там, Японии, там, магазины, наверное, бывают чуть более разнообразны по ассортименту, там, с учетом местных реалий, но, в принципе, все те же маленькие помещения, все те же парочка стольков и радостные игроки. Конечно, кто-то наверняка возмущается, но, в целом, как бы, все хобби на Западе строилось с того, что, да, в подвалах и потом, как-то, где-то по турнирам, где немного возможностей покричать, не перекрикивая другой стол. И, если уж мы заговорили о турнирах, мы переходим к третьей, в принципе, известной тоже, я думаю, и нашим игрокам, версии ДНД Лиги, а именно большим конвентам. Ну, конвенты, ну, тут они происходят реально везде. Даже, в принципе, в том же Сингапуре, о котором я уже говорил, маленькие, небольшие, там, столов 5-10, но существуют. Там раз в год кто-нибудь дособирается. В Великобритании есть UK Expo, там собираются свои игроки, и даже что-то, ну, мировые премьеры ДНД Лиги там тоже существуют. И, конечно же, прямо на голове, ну, во голове всего происходящего являются конвенты США. Во-первых, потому что оттуда все пошло, во-вторых, потому что их просто много. Там есть большие, есть маленькие, но в целом люди собираются немалыми такими людскими какими-то массами, извините за эту автологию, и играют в ДНД там. И, возможно, предлагают какие-то стандартные опции, типа ваншотов, эпиков, опенов. Где-то бывает, если мероприятие санкционировано визардами в The Coast, какие-то отдельные вещи, особенно это касается конвентов Болгман Геймс, где у них целые массовые какие-то почти эпики есть, а также ДНД Экспириенс тоже связаны с Лигой, но по-своему и только для них. Так что многообразие там огромное, и как-то свести их к общему знаменателю достаточно сложно. Ну и попробую. В чем их в принципе основной посыл? Это сбор ни одного места. Туда, в принципе, опять же, как я говорю, приезжают с разных мест, с разных городов, с разных, даже, возможно, штатов. Собираются, играют там один-два дня, возможно, даже три. Вполне себе нормально расписание с пятницы до воскресенья. то есть, у кого-то, возможно, выходной, кто-то играет только вечером, но разнообразие игр здесь также велико. Их много, то есть, люди не стесняются как-то там поехать, поиграть в дружной толпе, даже если там будет всего лишь какой-нибудь один эпик, или, возможно, даже его вовсе не быть, или это какой-то старый, благотворительный, но они играют, они возвращаются и, в принципе, переводят с собой друзей. Видеть, в том числе, фотографии каких-то мероприятий, где только одна ДНД-лига собирает 20-30, а то и больше столов, приятно. Но, опять же, хотелось бы, возможно, что-то подобное у нас тоже организовывать. К счастью, у нас есть конвенты и события, которые собирают много столов, но не только БДНД-лиги. Так что, нам есть над чем работать и надеюсь, что какие-то отдельные эпики, возможно, тот же самый Руллкон, какие-то другие мероприятия, в том числе, вот я знаю, что фестиваль в Санкт-Петербурге собирает немало людей, как-нибудь, да, нарастит, воспитает и приведет людей к счастливому, многообразному, многолюдному, конвентному будущему. Потому что, как бы, несмотря на то, что в Америке много разных мероприятий, но основные большие вещи у них, к сожалению, делают там одна-две группы людей, остальное это все-таки местечковые какие-то мероприятия, которые, несмотря на это, все равно посещают люди из окрестных регионов. Так что, конечно, здесь все зависит от того, как, где сообщения, как, где какие-то возможности, в том числе финансы, это все-таки, но, в принципе, предел для лиги в виде каких-то там регулярных игр в будние дни или там выходные, это не предел, есть куда стремиться. В той же Великобритании или Германии, конечно, все не так сильно развито, в Германии, тем более, есть много курирующих систем, так что, там есть одно-два крупных события, а дальше уже по каким-то местным игровым сообществам, но это все-таки не мешает им собираться и даже писать свои приключения. Надеюсь, что я так вот кратенько и, в принципе, какие-то, наверное, прописные истины, как всегда, рассказываю, но, возможно, фотографии, которые вы увидите в рамках этого видео вам помогут осознать, что происходит, создать некий образ того, что можно, как бывает и где что. Ну, а я, на самом деле, на этом хочу закончить свое сегодняшнее, так сказать, видео выступление. Поблагодарить вас за внимание, поблагодарить особенно тех, кто вводит и особенно тех, кто играет, потому что вы, в принципе, наше сообщество и я надеюсь, что вы не бросите наше общеволечение, сможете играть, приходить, участвовать, приглашать новых людей, что-то придумывать, что-то где-то создавать и творить новую историю, в том числе и ДНД лиги. Так что приходите, играйте, а также лайкайте, ставьте там какие-то свои странные значочки, репостите, распространяйте и делитесь этим видео. Удачи вам, до новых встреч и да пребудет с вами Лига.